Здравствуйте! Наряду с политическими и экономическими преобразованиями в стране ведется широкомасштабная модернизация общественного сознания, которая по сути и есть основа двух предыдущих. Об этом в своей статье Булашаха Бахдар Рухани Жангру отметил глава государства Нурсултан Азарбаев. С момента ее публикации проведем большой объем работ. Определены приоритеты, созданы проектные офисы, реализована часть программы. Подробнее об этом поговорим с нашим гостем в студии Булатбек Абдрасилов, председатель комитета науки профильного министерства. Булатбек Сарикпаевич, добро пожаловать в нашу студию. С вами был Игорь Нурсултан Азарбаев. Давайте начнем беседу с интервью, которое президент Нурсултан Азарбаев дал журналистам агентства Хабар. Как раз-таки он довольно-таки обширно, широко рассказал о модернизации общественного сознания, о реализации поэтапного перехода на латиницу. Вы сами видели, слышали это интервью? Да, действительно, это было очень такое интересное интервью, и оно привлекло внимание очень большого количества телезрителей. Я вот знаю сейчас, об этом обсуждают это интервью, потому что вот в этом интервью глава государства дал конкретные направления и конкретное видение уже таких отдельных вопросов, в том числе в общем и отдельных вопросов, в рамках как программы Рухани Жангру, так же и в рамках других программ, в том числе развития туризма, в том числе вопросы, связанные с последующим использованием нашего Экспо. Это тоже национально-мировой проект, который не должен только ограничиваться пределами сроков этой выставки, его наработки должны быть использованы в будущем. Поэтому, конечно, особенно нас интересуют вопросы, связанные с Рухани Жангру, с проектом модернизации общественного сознания, потому что здесь большая компонента связана с воспитанием, обучением, образованием нашей молодежи. И здесь, конечно, наше Министерство образования и науки проводит, начало вот с момента появления этой статьи, мы начали вести очень большую работу в этом направлении. Есть соответствующие планы работы, по нескольким направлениям наше Министерство ведет работу. И нам было очень важно то, что глава государства в своем интервью показал конкретное направление, потому что очень много было спорных вопросов и обсуждений, в том числе и по латинице, в том числе и по стаучебникам, а также по сакральной географии. Там бурное обсуждение среди научного сообщества, мы знаем. Также бурное обсуждение идет в обществе этих вопросов. Очень многих волнуют эти вопросы. И то, что глава государства конкретно показал, как мы должны реализовывать вот эти программные видения в рамках модернизации общественного сознания, я думаю, это было очень важным для как научного сообщества, так и в целом для наших граждан общества. Ну вот глава государства отдельно остановился на очень тонком таком и актуальном вопросе, да, переход казахского языка на латиницу. Вот он как раз таки уточнил, что этот переход касается именно казахского языка, а не так, как интерпретируют другие. Здесь глава государства показал искусство дипломатии в очередной раз. И он подчеркнул, что действительно в латинице будет только переходить казахский язык, русский язык, кириллица, оно сохраняется. И это, я думаю, это решение многие обсуждают не только в Казахстане, но и за рубежом, в том числе и в ближнем зарубежье. Вот моменты связаны с переходом казахского языка на латиницу, как оно повлияет на развитие русского языка в нашей многонациональной стране. Потому что русский язык имеет статус все-таки официального языка. И здесь, конечно, я думаю, многие вопросы, многие переживания людей нашего общества, они были сняты вот тем видением решения этой проблемы, которую глава государства озвучил в своем интервью. Действительно, наш алфавит, он был в том числе уже в 30-е годы на латинице уже мы писали. Я помню, вот наши родители писали на латинице в одно время. Также мы использовали и арабскую вязь когда-то. Поэтому то, что наш алфавит переходит на латиницу, это, я думаю, очень своевременный шаг в плане того, что наша страна, в целом наше образование, наука, культура, она интегрируется в мировое образовательно-культурно-научное пространство. И здесь, конечно, и это очень важно с точки зрения того, что глава государства подчеркнул специфику перехода, что мы не должны вводить какие-то дополнительные знаки, и что вот этот наш алфавит, он должен как бы уложиться именно на клавиатуру компьютеров. То есть тогда наши люди, выезжая за границу, обучаясь где-то, будучи в командировке, могли бы использовать клавиатуру, писать на нашем родном казахском языке письма, статьи и так далее. То есть это во многом бы облегчило труд наших ученых, труд наших, скажем, людей, которые будут выезжать часто за границу, обмениваться почтой и так далее. Если, например, в турецком языке, в некоторых других языках, которые пишут на латинской графике, есть дополнительные знаки, например, С там со значком, там С с нижним значком. То есть для того, чтобы использовать эти буквы в Турции, приходится в клавиатуру дополнительные знаки вводить. Здесь же речь идет о том, что наш алфавит будет основан только на буквах, которые есть на латинском, на клавиатуре компьютера, стандартного классического компьютера. С момента публикации статьи в Министерстве образования была создана даже рабочая группа по переходу как раз-таки алфавита на латиницу. Вот каковы результаты? Да, действительно, эта рабочая группа была создана в рамках нашей национальной комиссии, которая была создана для реализации программы «Рухани Жангру». Значит, эту рабочую группу возглавляет директор Института языкознания имени Байтурсынова. И в эту рабочую группу входят видные ученые наши, языковеды, филологи. Эта группа провела очень большую работу. Было очень много вариантов. К нам тоже в Министерство приходят разные видения. И очень много не только ученых, но и простых граждан, которые очень сильно заинтересованы в том, чтобы переход на латиницу был безболезненным в целом не только для молодежи, но и для взрослых. Но в то же время, чтобы алфавит был таким универсальным, чтобы он был удобным. Поэтому очень много поступило предложений со стороны. И вот эта рабочая группа, она очень тщательно рассматривала все эти предложения, изучала, также изучала опыт таких стран, которые перешли на латиницу, как Турция, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан. И сейчас, благодаря той большой работе, интенсивной работе, летом они очень интенсивно работали, постоянно собирались, обсуждали. Несколько было проведено круглых столов, конференции. Эта работа продолжается. Но вместе с тем я хотел бы сказать, что уже есть четкое видение, каким должен быть наш алфавит на латинице. Это видение есть. В ближайшее время, я думаю, где-то мы в сентябре, в соответствии с планом, утвержденным администрацией президента, мы после того, как этот вопрос будет обсужден на самых разных уровнях, я думаю, этот вариант будет представлен. Буквально несколько дней назад прошло заседание национальной комиссии по реализации программы. И вот там же был презентован проектный офис. Вот что это такое? Это вот своего рода мозговой центр? Центр управления, да, так сказать? Совершенно верно, вы заметили. Это действительно мозговой центр, центр управления. Но вообще в мире вот такими глобальными крупными проектами, как модернизация общественного сознания Рухани Жангру, вот в практику реализовывают на основах проектного менеджмента, project management. Эту вот систему впервые, значит, мы начали внедрять, администрация президента начала внедрять, именно при реализации этого проекта по модернизации общественного сознания. Был создан, значит, вот такой проектный офис на базе Евразийского национального университета. Каждое министерство, которое задействовано вот в этом проекте, оно также создало свой проектный офис внутри этого проектного офиса. И действительно этот проектный офис сейчас можно рассматривать как центр управления всеми проектами, которые реализуются в рамках Рухани Жангру. Потому что проекты не только на национальном уровне реализовываются, но проекты реализовываются и на местном уровне, то есть на уровне регионов, на уровне областей, районов и других населенных пунктов. Поэтому вот здесь предпринята, я считаю, очень успешная попытка использования подходов проектного менеджмента для управления, реализации вот этой большой программы, как модернизации общественного сознания. Вот как раз-таки первые итоги реализации этой программы и были подведены на заседании национальной комиссии. Совершенно верно. Огромная работа проделана и, значит, руководством страны. Огромная работа проведена с министерствами, которые вовлечены в эти проекты. Акиматы тоже ведут активно большую работу. И очень много заинтересованных людей, которые участвуют в этих проектах. Я бы хотел остановиться буквально на нескольких подпроектах, которые реализует наше Министерство образования и науки. Это вот вышеупомянутый проект по латинице внедрению. Здесь мы видим конкретно уже решение многих проблем, которые были, когда мы только начинали разрабатывать процесс перехода, подходы к переходу на латиницу. Здесь проект связан со ста учебниками. Это тоже очень большой проект главы государства. Суть его заключается в том, чтобы внедрить в учебный процесс наших высших учебных заведений, те учебники, которые используются в самых ведущих учебных заведениях. Здесь мы говорим, конечно же, раз это касается общественного сознания, вообще сознания человека в целом, мы говорим о учебниках гуманитарного направления. Это социология, это философия, это экономика. И вот наше министерство создало Национальное бюро переводов. И сейчас уже фактически можно сказать 17 учебников ведущих университетов, таких как Оксфорд, Гарвард, Кембридж и другие ведущие университеты, где они используются эти на английском языке, учебники по философии, социологии, экономике, они практически на 70-80% уже переведены на казахский язык. Это очень важно, потому что раньше, например, мы как делали? Все учебники, учебные пособия в основном шли через русский язык. Нужно говорить откровенно. Они писались на русском языке, это были российские, на русском языке учебники, потом их переводили, либо мы сами разрабатывали. Здесь же идет о чем? О том, что с английского языка мы сразу переводим на казахский язык. То есть получается, что трансфер знаний идет буквально за считанные, месяцы считанные, скажем, годы, в то время как раньше это шло практически 5-6 лет. Сейчас вот этот подход, который предложен президентом нашей страны, сразу переводить лучшие учебники, мировые лучшие учебники с английского на казахский, он, конечно же, сокращает время перевода. И поэтому наши студенты, которые обучаются в наших высших учебных заведениях, имеют возможность прямо с колес получать новые знания. Это те знания, которые получают студенты лучших университетов мира, можно даже так сказать. То есть таким образом, конечно, потенциал, качество обучения в наших вузах, я думаю, очень сильно возрастет. И тем более, что это подвигнет, я думаю, наших ученых, и наших студентов более активно изучать английский язык с тем, чтобы как можно быстрее приобщаться к тем наработкам, которые делаются в науке во всем мире. Когда уже наши студенты смогут заниматься по этим учебникам? Значит, в соответствии с планом, эти учебники сейчас в сентябре будут завершены. В целом планируется, что до конца года они будут переведены, затем они будут, естественно, для широкого обсуждения, для того, чтобы широкий круг читателей могли посмотреть, оценить этот учебник. Он будет выставлен для обсуждения. После того, как оно получит одобрение, оно уже пойдет на издание. Мы думаем, что со следующего года по этим учебникам уже наши студенты будут обучаться. Это очень интересная тема, можно говорить о ней очень долго, но, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я желаю вам успехов в реализации нашей общей программы и благодарю за то, что вы пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в студии был Булатбек Абдрасилов, председатель Комитета науки профильного министерства. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова